Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов и в этом видео я хочу прожить целый день завтрак, обед и ужин, питаясь из ресторанов известных блогеров. Ну что, друзья, с вас по традиции лайк, подписка, самый интересный, веселый или остроумный комментарий я не оставлю без внимания. Выдвигаемся в первый ресторан. Ресторан Виталика Покашеварин. Я уже, конечно, сделал заказ. Я взял радугу, там 4 вида рыбы, потом гонкам с кривитосом и еще мидии остренькие взял. А тут есть еще эксклюзивный тунец, манго, только типа у них есть такое. Ну, что-то не хочется. Хочется, но посмотрите, вон, Филадельфия какая огромная. А здесь нельзя, да, кушать? Да, ресторан у нас на вынос стоит. А почему на вынос только? А ресторан у нас только на вынос работает. А, раньше вроде ели вот тут столики. А, запретили все. А кто запретил? А, я думал, руку этот... Виталий, Виталий вот это запретил, директор. Сказал, чтоб не ели здесь все домой. Нет, да? А фирменных морсов никаких? А раньше что-то были вроде какие-то? Были, но там. Но зато фанты очень много выбора. Я вот такую вот взял фанту. Экзотик какая-то. Вот здесь вот, прямо напротив у суши, сесть в парке, да, и позавтракать. А что? Что бы и нет. Сейчас там найдем какую-нибудь эту лавочку. Ну что, вот они и цены. Мидии 490 рублей. Фанта 150 рублей. 150 рублей за фанту. Это обдиралово. Гункан 140 рублей. И ролл радуга 680. Рядчиков. Давайте вскроем. Давайте вскроем. Так. Ну, запаковывают прикольно. Живи, ешь. Вот такая вот. Сразу ее попробуем. Смотрите, тут у нас имбирь идет. Я вот сюда его поставлю. Соевый соус. А, и васаби. Еще даже васаби вот в таком. В индивидуальном паке. И имбирь. Соевый соус. Ну, я знаю, что Виталик покашевает. Соевый соус пьет. Он так проверяет его. Вкусный или невкусный. Вот они. Наши роллы. Радуга ролл. Это с красной рыбкой, да? Ну-ка. Так. И чуть-чуть васаби. Вкусно. Вот. Смотрите. Это, как я понимаю, тунец, креветка, авокадо, огурец и Филадельфия. Васаби хороший. Знаете, просто бывает иногда васаби какой-то химический. Как будто не натуральный. Люди ходят, смотрят, думаю, этот морозок какой-то сидит. Роллы ест на улице. Вот рисок. Рисок чуть-чуть какой-то твердоватый. Во! Это спайси гунгкан. Я их люблю. Еще есть с угрем и с окунем. Ну, размер ролл, ребят. Ну, его просто, ну, в рот не лезет. Такие размеры. Смотрите. Смотрите. Я просто из-за этого измерителя бетона аж на метро Борисову видела. Вот. Вот, то есть, приехала, сейчас отходит здесь. Ну, самое вкусное должно быть, это вот это. Я это больше всего люблю. Мидия. Сам в закладке ищет. Для тех, кто любит остренькое. Голуби, ну, что вы подлетели? Вы все равно такое не едите. 490 рублей. 4 стучки. Ну, это стоит того. Ширача соус у них. Так, ну, что, какие я еще не пробовал. С окунем не пробовал. Вот этот мне понравился. Красная рыбка, авокадо, огурец и креветка. Естественно, очень много сыра. А вот этот я съем еще. Такой мне нравится. С угорьком. Ну, что, друзья, не переключайтесь. Я сейчас по делам в Москве. Туда-сюда. И встретимся с вами на обеде. Друзья, ну, а если вам лень куда-то ходить, платить за облачные цены в ресторанах у блогеров, рисковать. Я уже рассказывал вам о доставке еды в фудбенд. У них свои кухни, свои курьеры везут круглосуточно по всей Москве. Знаю, что моим промокодом воспользовались многие. Мне передали, что чаще всего заказывают, ну, знаете, такие стандартные позиции, типа пепперони, маргарита. Ну, а я считаю, что надо пробовать что-то особенное. Сейчас я вам расскажу, что у меня на столе. Кстати, напоминаю, что кухни у фудбенд большие. Поэтому в меню не только пицца прямиком из печи, но и гавайская по кислососям или креветками. И вок, и лапша в удобных китайских коробочках. А еще баклажанчики, например. Ну, вот сами смотрите. Открыл приложение фудбенд. Посмотрите, сколько здесь вкладок. Пицца, сеты, роллы, вок. Итак, вот уникальная пицца. Семь сыров. Там их реально семь. Пармезан, чеддер, моцарелла, эмменталь, блю-чиз, фитакса и креметта. Ровно семь сыров. Дальше вариант, когда пришел с работы и надо, чтобы сытно. Пицца, много мяса. Тут говядина, курица, колбаски чориза, таскана. Со специальным соусом от бренд-шефа фудбенда Антона. Кстати, рецепт секретный. Знает только шеф и никому не говорит. И на десерт легкий летний вариант пицца груша блю-чиз. Да еще и с манго. Пицца страстная, сладкая, твоя. Ну а жене или подруге возьмите гавайское поки. С лососем или креветками. И вок с баклажанами. Главное не съесть все самому. Надо и меру знать. Хотя с такой скидкой это сложно. Напоминаю, в фудбенде по промокоду САНСАНЫШ это до 25% на все меню. Переходи по ссылке в описании или скачивай приложение. Вводи промокод САНСАНЫШ. Получай до 25% скидку и приятного аппетита. Ага, вот она, открыто. Я думал закрыто все. Кафешка эта работает. Что, ну пойдемте посмотрим, что там есть. Ну вон они, цены. Вроде подешевле даже стало. Раньше дороже было. Классическая 240 рублей. Гангстерская. Потому что черная 240 рублей. Это расизм какой-то. Президентская 290 рублей. По-гречески 240, цезер 240 и вегетарианская 240 рублей. Давайте самую дорогую возьмем президентскую. Жирнем ее. А может быть суп есть какие-то? А, вон смотрите. Первое я хочу. Пельмени домашние. И салат есть. Салат овощной возьмем. Пельмени домашние. Какой-нибудь морс. Вот написано, смотрите. Технический перерыв в 30 минут. Вот, но вроде работает. Непонятно, может забыли это убрать. Подошел, да. Этот стол грязный. Он тут, стол тоже грязный. И вот этот стол грязный. Сейчас он оттуда встал. Наверное, его тоже не уберут. Ну все, придется мне убирать. Из-за других людей что поделать. Как красиво все крутится. А не знаете, долго еще будет готовиться? Там президентская шаурма, вегетарианская и греческая. Короче, в очереди отстояло минут 15, наверное. Хотя передо мной ноль человек было. Потому что там не могли разобраться. Потом мы начали собирать они Яндекс заказы. Вот это. И Диабилери заказы. А потом только меня приняли. Ну ладно. Сейчас уже ждут уже минут 15 еще своего заказа. Посмотрел, где буду ужинать. Короче, у блогеров кафе только шаурмячные. На больше они не способны. Короче, какая накладка, друзья, произошла? Я вообще говорил, можно салат, три шаурмы и морс. Они говорят, да-да-да, все хорошо, заплатил там 850 рублей. А я говорю, а можно чек? А на чек мусорку выкинул. Говорит, чек потом отдадут, когда вы будете шаурму получать. Выдали вот такую вот фиткину грамоту. Это, конечно, не чек вообще. Это их внутренняя какая-то фигня. Я говорю, а тут даже, говорю, нету, морс она нашла. Говорит, ой, а вы салат не заказывали. Я говорю, ладно, все, уже впень. Упаковки крутые здесь. Упаковочки крутые. Вот это вегетарианская, это президентская, это греческая. Посмотрите, какая красивая греческая шаурма. Давайте даже с ней сфотаемся. Так. А, греческая она, потому что, поняли, в пите. Еще здесь, естественно, присутствует этот, так он, греческий сыр. Фета. Пересоленая. Там есть первая, типа, супы. Бульон с пельменями. Тоже не было сегодня. Вот это очень вкусно. Знаете почему? Потому что сахара нет, вообще ноль сахара. Давайте попробуем вот эту. На вегетарианскую. Она уже вот так вот, да, запакована получается. Зеленая. Типа, зеленая должно быть вегетарианская. Но здесь прикол, что зеленая, она отвратительно зеленого цвета. Такого цвета, что его не хочется есть. Либо это что-то должно быть такое, типа, сладкое. Но когда смотришь вот на этот зеленый цвет, у тебя должно быть, наоборот, аппетит такой зеленый цвет не вызывает. Вот странно, почему черная кола, черная вода вызывает аппетит. Короче, здесь фалафель, хумус. Это что? Жареный лук, морковь. Слишком слухая, да? Нет, она мне не понравилась. Явно. Стоит она 240 рублей. Но президентская, это самая нажористая. Самый жир. Она и увесистая. Она тяжелее, чем вот эта. Такое убить можно. Ну, по размеру, конечно, она не сильно большая. По сравнению, если где-то в ларьке купить, у метро. Знаете, это как полноценное блюдо. Здесь много пюре, грибов, мяса, соленые огурчики. Я бы ее назвал не президентская, а по-русски. Вот это однозначно мне нравится. Да. Какой-то майонезно-сметанный соус с укропчиком. Грибы обжаренные, кстати. Можно было еще один морж взять. Очень вкусно. Друзья, наверное, молодежь-то Амирана уже не вспомнит. Кто такой Амиран? Дневник очаг. Как он на ютюбе начинал с обычного влога. С такой же камерой, как у меня ходил. Не, он даже начинал вроде с GoPro. Потом он купил такую, как у меня. Вот эту экшн-камеру. С корешами видео снимал. Там, с девчонками. В кафе, в кальянных. Потом все. То есть достиг такого высокого уровня хайпа, что на международном вокзале открыл, представляете, свой это шаурму. Здесь других точек питания нету. Только его шаурма. Подождите, походу звонят по машине. Дима Суворов писал. Мы с ним в экспедицию летали на Дальний Восток. Это режиссер. Скоро я выпущу. Не удалось у нас добраться до места катастрофы, крушения самолета, где в 81-м году Лариса Савицкая единственная выжившая была в этой катастрофе, авиакатастрофе. Два самолета на высоте 5200 метров столкнулись. Вообще, ни одного выжившего, а она выжила. Вот скоро Дмитрий Суворов снял фильм художественный, который выйдет в кинотеатре. Я посмотрел трейлер. Этот трейлер, кстати, еще никто не видел. Его нету на YouTube. Его еще нельзя пока выпускать. Там компания Sony сказала, чуть попозже можно, у них там сетка целая, когда выпускать трейлеры. Они купили самолет настоящий, разобрали его, разрезали на куски, такой же, в ту штушку. И раскидали ее в лесу. И потом, ну, для съемок это было. Потом собрали кусок самолета на гимбле, который трясется. Потом его вообще с вертолетов скинули. Там очень интересно, конечно, как они снимали. Мне кажется, президентская это жир. Да? Кстати, президентская лучше стала, чем в первый раз, который я пробовал. Такая она прям мощная. Друзья, я уже все. У меня просто, мне просто плохо сейчас станет. Надо отлежаться. Вот. На ужин хотел к Варламову пойти, но у Варламову только доставка. Доставка только. Не пойдем к нему. Тогда давайте смотаемся сейчас с Диме Масленниковым на ужин. Если он еще не закрыл, говорят, что он закрыл свой кофе. Пойду еще один возьму. Напиточек. Не переключайтесь. Встретитесь с вами на ужин. Так, ну что, господа. Я знаю, что еще не время ужина, но пора брать уже вот в шаурнячной у этого, у Никиты, Никиты Петряева, нет, у Димы Масленникова. Да? Вон, посмотрите, как там все. А, все, вот эти столики перекрыты. Вот там вот. Видите, чик? Шаурма есть, гарниры, соусы, и дольки какие-то, или что-то такое. А, допы, допы. Друзья, короче, я спрошу, что тут такое? А, это шапки? Оказывается, шапки. С автографом Димы Масленникова. А, там закрыто, что ли? А, нет, нет. Сейчас мы откроем. Вот, так, смотрите. Вот он. Теперь ты настоящий охотник. Подпись. Вот такая вот шапка, китайская. Ага. Ну, пластиковая, пластиковая. Ну, вышивка четкая. А сама шапка обычная. Нет. На Алиэкспресс вот такая стоит 100 рублей. Все. Закрываем. Мне нужна такая шапка за 1000 рублей. Короче, вот так вот готовят ее до сих пор, да, видите? Два зеркала. Вот этот зеркала. Вот этот зеркала, называется кебаб. Если мне не сменяет память. Там картошка готовится. Тут шаверма. Все. Сейчас будет скоро готова и моя. Спасите все. Вот, кстати, все вышло на 1060 рублей. Я взял корейскую, секретную. Потом картофель фри, сырные палочки и шаурма по госту с ананасными. Вот он. Здесь кто-нибудь есть. А, кафе называется Здесь кто-нибудь ест. Но, если честно, думаю, что он прикроется. Ну, посмотрим. Я уже пробовал здесь. Как-то мы были с этим. У нас Гриша полная тв. Макс Бранд рекомендует ведущий футблогер. Еще бы Макс Бранд не рекомендовал это Шево Близки. Дима Масленников. Если бы он не дал бы эту наклейку, то все, дружбе конец бы был. Надо тоже такие наклейки сделать себе. Вот. Я что-то запозднился. Шаурма вся нафиг остыла. Я решил сейчас ее подогреть. Я думал, это бумага. Включаю подогреваться, слышу что-то взрывы какие-то. И, короче, огонь. Огонь пошел. Я быстро все это под воду. Так, это по госту с ананасом. Вот она, кстати, и пыхнула, ананасовая. Короче, как-то странно они шаурму заворачивают. Я посмотрел, они ее не вот так крутят, как стандартно делают. Она, получается, в руке вот так ее держит, как лодочку какую-то. Туда все накладывает, потом как-то хитро я не заметил, как она это заворачивает. Какой-то хитрый заворот происходит. Ну, ананасная. Слишком большие куски ананасов. Да, они и пишут не лаваш, а пита. ананас, соус, капуста пекинская, помидоры, курица. Ну, нормальная такая, знаете, сладенькая, я бы сказал. Но я больше всего хочу попробовать вот секретную. Давайте попробуем вот эту, корейскую. Морковь по-корейски, острая. Свежие овощи, соленой густы, лук, курица. Незаурядный рецепт. у метро часто морковь по-корейски кладут, но она острая. по размерчику нехорошая. Побольше, чем у хача. У вилсакома тоже шаурмячная. Слушайте, это острая. Все, давайте отложим, а то сейчас рост горит. Ну, не чтобы она прям супер острая, но она остренькая. Вот, секретная. А, она тоже подгорела. морковка, по-корейски. Обычная капуста. Соленый огурчик. И очень острая. Очень похоже на корейскую. Один в один. Настроение от Андриана Челентана. А, ну, я так понимаю, она всегда разная, может быть. Но это острое. Короче, это как корейская один в один. Расстроен. Что-то Макс Барант нахваливал. Не знаю. Обычная, нормальная шарма. Ой, у меня уже глаза в кучу. Ладно, давай еще кусану. Не, она вкусная, она вкусная. Она мне так понравилась. Огурчик вот этот солененький, хрустящий. в тему. Почему блогеры открывают в основном шаурмячную? Это что, еда блогеров? Понимаете, Юра Хованский открыл шаурмячную? Да. Вот, кстати, у Юры Хованского нет шаурмячной, а ему надо сделать. Он же профессионал, он просто спец в шаверме. Никакой Макс Брант не сравнится в передаче эмоциональной вкусовой шавермы. Он столько ее переел. Так, господа, в кафе у блогеров питаться нет смысла. Лучше пойти купить нормальную вкусную шаурму у метро шавермы, да, и насладиться за 120 рублей и не переплачивать бешеные деньги. Потому что я сегодня потратил кучу бабок. Ну что, на этой острой ноте будем с вами прощаться. Я рекомендую всем подписаться на канал, поставить палец вверх и написать идею видео. С вами был Сан Саныч Боговолов. Всем пока-пока и до новых встреч. Я уже говорить не могу, что-то сейчас произойдет.